Здравствуй, дорогой зритель! В эфире Первого городского начинается вечернее шоу Вятка Тудэй в студии Роман Корнеев. И вот, что сегодня мы для вас приготовили. Смотрите в программе. Рубрика «Оксана пробует». Сегодня Оксане доверили целый гоночный автомобиль. Так прикольно! Добрая рубрика «Пристроим вместе!» Куда отправиться на выходные? Советы нашей редакции. Раз и на матрас! И гости Вятки Тудэй – капитаны шоу «Похуделла». Случаются ли истерики у дамы? Они звонят вам ночью и словами «Я съела пироженку». Ну, у каждой, наверное, группы есть своя переписка ВКонтакте, да, у четверых, где именно как раз она создана. Что-то поныть, что-то обсудить, конечно, не без этого. Ну, а начнем программу мы с рубрики, которая называется «Оксана пробует». Оксана Стяшкина испытывает на себе все то, чего у нее до этого не было в жизни. Оксана, например, получила права водителя, но при этом ни разу не водила машину. Мы решили исправить этот недочет. Правда, нормальную машину. Оксане предложить побоялись. Пробует! Оксана пробует! Сегодня я попробую себя в роли картингиста. И поможет мне в этом Михаил. Это как называется? Автомобиль, правильно ли? Это карт. Это карт. Вид спорта – картинг, а машинка называется карт. То есть тут какое устройство? Тоже есть колесики? Ну, конечно. Нет зеркал, не надо лишней фигней заниматься, смотреть на гиги. Ну да, то есть и крыши нету, музыки нету тоже. Для начала надо попасть попой вот сюда. Слушайте, а если у кого-то она большая, что делать? Ну, у нас немножко ограничения есть до 90 килограмм. То есть дальше уже поворотные кулаки. То есть колеса разгибаться начинает. Ой, я вошла. Я вас не предупредила, права-то у меня есть, но ездить-то толку у меня уже нет. Я все забыла. Отойди, а то я сейчас тебя долбану. Так прикольно. Все хорошо. Давайте поехали на дорогу. А тут есть назад. Тут нет на задней передаче. Надо же поворачивать, не забывайте. Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я не тупая. У кого так же есть права, как и у меня, толку от них ноль. Можно идти на картинг? Да нет, все запросто, что ли. А если я на картинге в город выйду, нормально мне? Ну, либо до первого КамАЗа, либо до первого ГАИшника. Либо вас раздает, либо поймает. Утешивает. А если вы хотите, чтобы я еще что-то попробовала в своей жизни, пишите под видео, в комментариях, хэштег «Оксанапробот» и свои пожелания. А я поехала! У-ху! Ну а сейчас немножечко полезной информации для одиноких. Если у вас до сих пор нет второй половинки, вы просыпаетесь в холодной постели и некому закричать вам в ухо «Любимый, вставай», мы можем исправить эту ситуацию. На первом городском канале запускается проект под названием «В активном поиске». Поэтому, одинокие мужчины, присылайте, пожалуйста, свои фотографии и заявки на участие вот в эту группу ВКонтакте. В активном поиске – это для вас, мужики. Ну а теперь для тех, кто все-таки нашел уже вторую половинку, рубрика «Пристроим вместе». Там вы можете найти кого-нибудь мехового. Сегодня ищет новую семью – это малышка по кличке Лялька. Она очень общительная и активная девочка. Ей около трех месяцев. Малышка очень легко ладит с другими животными и любит детей. По характеру очень добрая, ласковая, игривая. Вырастет ниже колена. Подойдет как в частный дом, так и в квартиру. Будет хорошим другом и охранником. Если вы хотите, чтобы Лялька стала новым членом вашей семьи, звоните по номеру 75 97 75. Ну что ж, друзья, мы возвращаемся. Это вечернее шоу «Вятка Тудэй». В студии у нас появились уже гости. И это экс-большие капитаны команд из шоу «Похудело». Здравствуйте, мужчины. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие-то выводы вы сделали уже за это шоу? Надо меньше есть. Это единственное. Закулисную жизнь мы практически не видим. Шоу «Похудело». Есть ли она? Случаются ли истерики у дамы? Они звонят вам ночью и с словами «я съела пироженку». Ну, у каждой, наверное, группы есть своя переписка ВКонтакте, да, у четверых, где вот именно как раз она создана. Что-то поныть, что-то обсудить. Конечно, не без этого. Есть, есть все. Есть все. Истерики, кровища, мясо, все есть. До недавнего времени лидерами была команда «Синих», да? То есть, вот сейчас у нас как раз начались качели, и вот уже ситуация может поменяться. Каково это вот участвовать в шоу, понимать, что ты реально лидируешь, ты выигрываешь, побеждаешь. Команда твоя – ну. И тут на-ка. И тут на-ка. Ну, понятно, конечно, подрастроились слегка. То есть, мы же все шли, как бы все хорошо побеждали, там все, ну, не все испытания, да, то есть, у нас получилось. Мы пять испытаний выиграли, желтые два испытания выиграли. Вот, а тут раз и такое, это вот. Слово бы назвать, конечно, от первого городского запихала. Такая легкая подляночка от первого городского прилетела, что раз, и вот такой приз. За такой конкурс, который, в принципе, похудела, ну, не знаю, наверное, относится, потому что мы же там как-то двигались, чего-то тряслись. А теперь давайте посмотрим, что это был за конкурс. А сейчас у нас есть откровение от капитана команды красных. Почему же их команда не в числе лидеров? Ну, во-первых, я никого не вдохновляю, плаваю плохо, на катаке катаюсь тоже плохо. Не заставляю никого, не кушать, на диете сидеть. Вот сама физкультура, вот физкультура, знаете, что плохо сделали, что все в разных, то есть были бы они в моем спортзале, я вот Татьяну и Олесю заставляю тренироваться. Вот потому что они собирают тренироваться, а я не вижу, как они там, моя команда тренироваться. Вот так. Грустная мелодия закончилась. Но есть же позитивные моменты в вашей команде, есть же плюсы. Какие? Мы на последнем месте. У нас два мужика, да? Да, у нас два мужика, да. Ну, у вас, в принципе, осталось худеть всего неделю. Финал уже на носу. На носу. И какие ощущения? Ну, то есть, вот все это заканчивается. Немножко грустно, что все это заканчивается. Потому что когда два месяца ты жил вот в этом темпе, в таком сильном, там, тренажерка, съемки, походы куда-то там, пейнгбол, там еще что-то, испытания, все, какая-то движуха такая была. И иногда работа еще. Между этим еще, да, где-то работа промелькивает, где-то еще между этими всеми вещами. А тут вдруг раз резко ты понимаешь, что в среду ты проснешься и ничего этого уже нет. Понятно, что останется уже здоровый образ жизни, я так понимаю. Ну, что ж, я вам желаю удачи. Удачи в голосовании, которое прямо сейчас проходит в группе ВКонтакте шоу «Похудела». Вот так вот подниму. Заходите, голосуйте за каждого из участников. Голосуйте за красных, потому что, чтобы была интрига какая-то. А, да, можно ли еще раз медленно наезд и так? Ты что за регламент, я не понял. Облачение красных к людям. Голосуйте, пожалуйста, за красных. Вот какая-то интрига, а так неинтересно. То ли желтая, то ли... Слези. Я все равно начинаю путать. Вы заметили, да? Не расстраивайте красных. Не расстраивайте красных, голосуйте за них. Итак, друзья, заходим в группу ВКонтакте «Похудела». Голосуем за вашу любимую команду. Ну что, я вам желаю удачи. Я не знаю, кто выиграет. Победа у нас уже есть. То есть мы победили себя. То есть у нас ушли эти лишние килограммы. Мы поняли, что можно жить по-другому. Я считаю, что это самое главное. Красавчик. Вместо меня поставил точку в сегодняшнем эфире. Спасибо большое, ребят. В эти выходные вы сможете зайти в группу ВКонтакте «Шоу похудела» и проголосовать за одного из этих прекрасных худеющих мужчин. А чем же еще заняться на выходных? Нам посоветует Александр Светлик в рубрике «Выбор редакции». Сегодня кировчанам я буду советовать выходные в своем стиле. Вкусно поесть, поваляться, ну и для галочки сделать что-нибудь полезное. Все именно в таком порядке осветит рубрика «Выбор редакции». Начнем с приятного. Как говорит мой знакомый, настоящий мужик должен уметь расправляться за парами, наливать до краев и умело жарить курочек. Это была проверка, насколько вы испорчены. Повара, которые умело справляются со всем вышеперечисленным, будут сражаться в конкурсе «Алмазный половник» в СПК «Восток» в 18.00 в грядущее воскресенье. Теперь переходим к выходному пункту «Поваляться». В родине будет собрано целая куча матрасов. Правда, на них будут не лежать, а скорее устраивать скоростные заплывы. И пока у мероприятия нет девиза, предлагаем свой. Раз и на матрас. СПК «Родина», суббота 9.30. Также в субботу широко на весь город отмечается праздник «Гень жестянщина». С финансовыми подарочками пойдут поздравлять работников автосервиса те водители, которые вовремя не сменили резину. Водитель, будь бдителен, ожидаются заморозки. Вы смотрели рубрику «Выбор редакции». Теперь мы еще и поучительные. И, увы, на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Если у вас есть интересные новости, присылайте их в нашу редакцию. У нас электронная почта «Вятка.Тодей» и «Собака.Мэйл.ру». Номер телефона 54-18-19. В студии же сегодня был Роман Корнеев, и это была «Вятка.Тодей». Как новости, только душевнее.